В этом году будут отремонтированы улица Липецкая и Некрасова, в следующем – Афибская и Брянская. Тогда же начнут делать проект ремонта улицы Геленджикской. Один из самых актуальных для селян вопроса – восстановление разрушенной оползнем дороги. Сейчас проезд там отсыпан щебенкой, но общественный транспорт не ходит. Глава города заверил, до 25 августа автобус снова выйдет на маршрут. Но чтобы остановить оползневой процесс, нужны 165 миллионов рублей. Для этого будут выделены и средства из краевого бюджета. Подрядчика определят уже к концу месяца. В целом, за год в Молдовском сельском округе отремонтированы 10 улиц. Но сами жители не торопятся внести свой вклад в ремонт. Задолженность только по транспортному налогу на одной улице Афибской – более 200 тысяч. Долг по налогу на имущество в селе – более 11 миллионов. Не платят 811 человек. Глава Сочи отметил, чтобы город мог оперативно проводить все работы по благоустройству, бюджет должен вовремя пополняться. Тем более, многие жители сдают дома или квартиры в аренду. И к ним только одна просьба – бдительность. Мы совершенно не против того, чтобы наши жители, и пенсионеры, и не только пенсионеры, могли дозаработать. Ну, скажем, сдачить своего жилья в аренду, люсу в аренду. Ну, скажем, есть квартира. Он одну комнату хочет сдать. Мы просим только одно. Пожалуйста, когда вы сдаёте кому-то гараж, либо дачу, либо комнату, сообщите об этом участковому. Это не налоговый инспектор, чтобы вы не боялись, что «а, вот только я сообщу сразу же за то, что я занимаюсь там с дачей в аренду, сразу же мне принесут новый налог». Участковому это не нужно. Участковому нужно другое. Ему надо, чтобы люди, которые вас взяли в аренду, были порядочными людьми и не сделали беды. Также глава Сочи рассказал селянам, что сейчас формируется программа благоустройства на следующий год. И жители могут внести свои предложения по созданию в районе скверов. Тем более, что общественники в Высоком очень активные, борются за чистоту в селе. Детские площадки мы везде выходим на субботники, красим своими силами. И я уже пожилаю, но моя семья всегда выходит на субботники. Также на сходе Анатолий Пахомов отметил, что общественный транспорт Сочи переходит на безналичную оплату проезда. И если водитель отказывает пассажиру в оплате картой, нужно звонить на горячую линию департамента транспорта. Жаловаться нужно и на хамство. Проверят каждый звонок. А у неисправимых нарушителей отберут маршрут. Прецеденты уже есть. Галина Моисеева, телекомпания, ФКТ.